Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч третьего тура Лиги Наций Боснии и Герцоговина-Нидерланды. Статистика команд. В последних десяти играх Босния и Герцоговина шесть раз играла на обе забьют да и восемь раз на тотал больше. Босния и Герцоговина последние семь домашних игр сыграла на тотал больше. В последних десяти играх Нидерланды шесть раз играли на обе забьют нет и поровну на тотал больше меньше. Нидерланды последние четыре матча отыграли на обе забьют нет и не проигрывают в последних четырех выездах. Как видим, Босни и Герцоговина в последних матчах тяготеют к результативному футболу, а вот голландцы играют нейтрально и чуть чаще нулевые матчи. Боснийцы в первом туре смогли высоропать ничью в Италии, но во втором матче ничего не смогли поделать с поляками, не удержав преимущества в счете после забитого сомнительного пенальти. Сборная Польши очень агрессивно сыграла в атаке, за что и была вознаграждена двумя мячами. Которые были забиты головой. Нидерланды в первом туре скромно обыграли поляков 1-0, а во втором с таким же счетом проиграли итальянцам, которые сейчас очень сильны. Объективно Босни и Герцоговина слабейшая команда в этой группе. Если поляки хозяйничали на поле у босницев, что тогда говорить о голландцах? Тут и к бабке не ходи, у гостей будет серьезное преимущество, но смогут ли они его реализовать? Например, итальянцы дома не смогли. Сборная Нидерландов последние четыре матча отыграла на обе забьют нет, и последние два на 1-0. Для голландцев это длинные серии. Босницы в последнее время играют очень много результативных матчей. В матче со сборной Польши хозяева отыграли крайне слабо в защите. В норме гости должны бы этот матч выиграть, а сама игра должна бы получиться результативной, и забивать должны бы обе команды. И в связке ставок Total больше и обе забьют до победы второй команды. Самый высокий коэффициент стоит на Total больше 1.94. На обе забьют до 1.93. На победу второй команды 1.61. Самая очевидная смотрится ставка на победу гостей, но она имеет достаточно низкий коэффициент. Варианты на Total больше и обе забьют до имеют практически равные коэффициенты. Это значит, что Буки считают, что потенциальные счета 3-0 и 1-1 имеют равную вероятность на этот матч. В общем, примерно так оно и есть. Голландцы в последних двух матчах забили только один гол. Как ни крути, а Нидерланды команда достаточно забивная, при этом далеко не безрежная в защите. Поэтому очень похоже, что гости забьют не менее двух голов и, скорее всего, пропустят. Если выбирать между Total больше и обе забьют до, то, пожалуй, вариант с Total больше будет предпочтительней. Он имеет чуть выше коэффициент и чуть больше причин для захода. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все, дядя Юра. Верю, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду. Продолжение следует...